Ребят, я просто в шоке от этой свечи. Доллар 25 за свечу. Вот именно по этому уровню. Стоят часы рядом с этой свечой, так что все по-честному. Привет! Сегодня я расскажу и покажу, как сделать свечу, которая будет гореть очень-очень долго. Нам понадобится емкость, одна свечка, масло. Можно взять лампадное масло или вазелиновое масло. Или можно взять обычное подсолнечное масло. Теперь по ценам. Что сколько стоит? Чтобы приготовить такую долгоиграющую свечу, нам потребуется или 1 доллар за масло, 1 доллар 25 за свечу, или 3,5 доллара за вазелиновое масло или лампадное масло. Итого нам потребуется 5 долларов 75 центов. Первое, что мы делаем, мы открываем масло и выливаем в нашу банку. Точно так же поступаем и с подсолнечным маслом. Точно так же открываем и выливаем. Получается 2 литра масла для нашей свечи. Следующим этапом мы отмеряем, сколько нам понадобится свечки, чтобы самый кончик торчал чуть-чуть из масла. Я намечаю, отрезаю. Видите, можно сказать, даже хватит на 2 раза. Соответственно, цена такой свечки будет гораздо меньше. Итак, что я делаю? Я беру ключ вот такой вот, видите, и в него помещаю нашу свечу. Вот такая конструкция у нас получается. Ее мы помещаем в нашу центр панки. Важно, чтобы фитиль только-только чуть-чуть торчал из масла. Вот свечка заканчивалась вот именно по этому уровню. Остается только поджечь винтиль и наслаждаться долгой свечкой. Оно не пахнет и не коптит. Поэтому я советую, если не хотите запахов и копоти, то используйте лампадное масло или же оно называется медицинское вазелиновое масло. Посмотрим, сколько данная свеча будет гореть. Пожаробезопасность это в первую очередь. Так как я оставляю на длительный срок без присмотра. В данный эксперимент я поместил нашу свечу длительного горения в печку. Рядом поставил часы. Итак, мы зажжем нашу свечу и включим таймер. Свеча горит. Включаем таймер и засекаем, сколько будет гореть данная свеча. Итак, вы видите на экране часов 19 часов 18 минут. Сейчас данное видео пойдет в ускоренном темпе, в очень ускоренном темпе, чтобы сократить время ролика и выявить, сколько же займет реального времени горения нашей свечи. Итак, я погасил свет. Горит только наша свеча. Она только начинает разгораться. Идут часы таймера. Ну что ж, я оставляю этот эксперимент на длительный срок. Поехали. Ребят, я просто в шоке от этой свечи. Я даже не предполагал, что эта свеча горит так долго. Данная свеча горела у меня больше суток. Вы это видите в ускоренном, в очень ускоренном видео, в котором стоят часы рядом с этой свечой. Так что все по-честному. И за сутки эта свеча прогорела. Внимание! В трехлитровой банке всего на 1 сантиметр. Я в шоке. Было 13 сантиметров. Видно, да? Стало 12 сантиметров. Следовательно, чтобы эта свеча полностью прогорела, получается, надо 13 дней от и до. Вы когда-нибудь видели свечу, которая горит 13 дней и которая стоит 5 с чем-то долларов? Это прям, честно сказать, даже не ожидал такого эффекта, что все так будет круто. И эксперимент, в общем-то, очень хороший. Смотрите. По поводу копчения. Вы видите, свеча горела сутки, да? А копоти чуть-чуть только вот здесь. Видите? Чуть-чуть. Я думал, все будет закопчено. Нет. Все очень даже хорошо. Вот я, видите, так даже посвечу. Чуть-чуть копоти. Если вы используете подсолнечное масло, обычное, которое стоит доллар за литр. Я покупал доллар за литр. Не знаю, как в вашей стране. Но оно будет коптить. Я же свое подсолнечное масло разбавлял один к одному с лампадным маслом. И абсолютно никакого копчения. Вы видите, ничего. Никакого дыма. Никакой копоти. Просто очень доволен над свечой. Кроме того, вот здесь вырабатывается очень-очень неплохое тепло. Я думаю, стоит... Даже руку не могу вот так вот удержать, потому что горячо. Реально горячо. И я думаю, надо будет проводить эксперименты по поводу установки с отоплением, которая стоит вообще копейки. Есть у меня идеи уже в голове, но надо материалы. И я думаю, скоро выйдет новый видосик интересный. Ну что ж, друзья, очень доволен этим экспериментом. Интересно ваше мнение, как вы относитесь к такой свече, которая горит 13 дней. которая стоит всего ну каких-то 5 чем-то долларов. Честно сказать, я в прекрасном, приятном шоке. Жду ваши комментарии, лайки, дизлайки. Мне все нравится. Посмотрим на вашу реакцию. Пока. Друзья, в связи с тем, что на моем канале 20 тысяч подписчиков я устроил розыгрыш денег и 31 декабря под елочку Дед Мороз кому-то принесет 20 долларов. Участие в конкурсе очень простое. Ссылка на данный конкурс ниже в описании. Участвуйте и побеждайте. Совсем скоро Новый год и как одно из решений как сделать необычную елочку или подарок своим родным, близким и знакомым я предлагаю вам посмотреть новое видео, в котором я делаю вот такую деревянную елочку с подсветкой, которая особенно вечером просто нереально красиво светится. Полное видео о том, как я делаю эту красивую новогоднюю сказку смотрите на моем канале. Ссылка будет в описании к этому видео. Спасибо за ваше внимание. Пока! видео! субтитры